Всем привет, уважаемые милорды, графы и князья! Добро пожаловать на канал Углук! Перед просмотром данного видеоролика попрошу оформить подписку, поставить палец вверх и нажать на колокольчик. Таким нехитрым маневром вы мне очень здорово поможете. Милорд, вы не спали уже несколько дней! Сегодня мы подходим к завершению эпопеи Стронхолл 3. В прошлых роликах мы разбирали военную кампанию, историю Блэкстаффа и на финале окунемся в мирную средневековую жизнь. Ведь ничто так не радует глаз, как наблюдение за трудолюбивыми крестьянами, сборщиками урожая и ремесленниками. Дорогие вельможи, усаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра! Из военной кампании мы помним, как нами была спасена сестра короля Леди Катерина, которая после гибели государя стала править королевством. Вступив на новую должность, она поставила цель привести свой народ к благу и процветанию. Чтобы вселить людям веру и надежду, мы начнем свое дело с восстановления аббатства. Но есть одна проблема. На постройку такого грандиозного строения у нас очень мало ресурсов. Поэтому отправляемся на первое задание – собрать камень и древесину в назначенный срок. И как обычно, миссию мы начинаем с размещения склада и амбара. Две фразы, которые греют душу. Постройте склад, милорд. Постройте амбар, повелитель. К сожалению, путь к залежам камня перекрывает густой лес. Но с этой задачей справятся наши отважные лесорубы. Теперь я начинаю понимать, почему разработчики сделали дровосеков такими атлетами с анимацией доминирования. В следующих миссиях мы не раз в этом убедимся. Лесорубы начинают расчищать путь, а мы тем временем продолжаем заниматься хозяйством. На некоторых участках находились очаги болезни, которая убивала наших граждан. Чтобы искоренить это гнусное порождение ложного бога, необходимо соорудить лавку знахаря. Знахаря вызывали? После чего он начнет освещать территорию от нечистот, гнили и тлена. А на освободившемся месте расположим яблоневые сады. Тем временем лесорубы прорубили дорогу к залежам камня. Ставим каменоломни и начинаем добывать ресурс. Наше хозяйство продолжает процветать. Люди накормлены, болезни побеждены, а склад пополняется деревом и камнем. Вскоре мы явились к руинам аббатства. К несчастью, это место облюбовали волки, которые устроили себе логово. В нашу задачу входит расчистить развалины и позаботиться о безопасности крестьян. А именно расправиться со всеми хищниками. Еще необходимо наладить производство хлеба и вина. Нам выделили отряд ополчения вместе с лучниками. Тут прибегнем еще раз к неоценимой услуге стрелков по борьбе с волками. А чтобы звери перестали нас кошмарить, уничтожаем все их логово. Затем приступаем к ликвидации руин, попутно расстреливая волков. Стреляйте! Теперь, когда опасность миновала, можно заняться хозяйством. Размещаем пшеничные поля, мельницы, две штуки будет вполне достаточно, и строим целый квартал пекарей для приготовления хлеба. Это хлеб! А для производства вина нам понадобятся виноградники и винодельник. Обратите внимание, с каким азартом крестьянин давит виноград. Он в буквальном смысле кульбитом ныряет в бадью. Несмотря на наше хлопотное отношение к жителям, уровень их доверия будет снижаться, из-за чего возникнут пикеты с выражением недовольства. Я сказал, расходились по домам, пока я не начал арестовывать людей. Но, несмотря на легкие волнения в обществе, мы справились со своей задачей. Хлеб и вино были заготовлены, а руины аббатства расчищены. Благодаря превосходному руководству со стороны королевы Катерины, наше государство росло. Вскоре возник вопрос о создании деревни для строителей. Для этих целей был выделен небольшой клочок земли. И сказать по правде, место не самое лучшее. Милорд, эта деревенька просто стыд и позор. Ее строил какой-то пьяный сапожник. Предстоит превратить эту дыру в уютное поселение. Необходимо будет увеличить численность населения, построить жилища и создать запасы яблок и сыра. Как мы видим, территория покрылась зарослями. И снова в этом деле нам помогут лесорубы, которые займутся вырубкой леса для дальнейшего развития хозяйства. К сожалению, нам не повезло. Постоянно шел дождь. Чтобы как-то нивелировать плохое настроение крестьян, построим церковь. А для того, чтобы священник начал благословлять жителей, наладим производство свящей. Вскоре поселение раскинулось на побережье. Чтобы хоть как-то уместить работников, за церковью были созданы трущобы. Вот такие деревянные хижины рассчитаны на одну койку места. Именно в этих кварталах находили себе пристанище люди с низкой социальной ответственностью. Слух о восстановлении аббатства распространился по всему королевству. К нам начали стекаться новые люди и новые паломники. Однако, этим воспользовались разбойники, которые сврепствовали на дорогах. Нам следует обезопасить путь пилигримов, восстановить почет в городе и наладить производство эля для трактира. А вот те самые разбойнички, что наводят ужас на окрестности. И они настолько зверели, что начали нападать на наше поселение. К счастью, в гарнизоне имеется пехота. Как только атаки были отбиты, наши воины отправились уничтожать логово бандитов. Теперь приступаем к изготовлению эля. Для этого нам понадобятся хмельники, где будет выращиваться хмель. Но не стоит забывать о самом злейшем враге, который норовит пожрать наши культуры. А вот для поднятия почета мы будем проводить пиры. Для таких мероприятий нужны особые продукты, овощи и свежая дичь, подстреленная охотниками. Несмотря на наш успех, бандитам удалось разграбить аббатство и украсть священную реликвию. Было ваше, станет наше. Они продали ее одному торговцу. Торговец пошел на уступки и готов отдать нам реликвию. Разумеется, за деньги. Большие деньги. Также об этом узнал один хитрый епископ, который решил выкупить для себя святыню. Появился конкурент. Его нужно обогнать и скорее насобирать нужную сумму денег. Собирать мы будем с налогов наших граждан. А для этого создадим приятные условия для крестьян. Добротная еда, роскошные места для ночлега, чистота, порядок и спокойствие. Это вот база. Также наладим добычу руды и камня. Большая часть ресурсов пойдет на продажу. Милорд, мы собрали деньги. Реликвия наша. Вскоре нас отправили восстанавливать разрушенный город, расположенный неподалеку. Для процветания бадства он нам очень понадобится. В нашу задачу входит разобрать развалины, а также заготовить запасы хлеба, камня и нефти. Уничтоженный город поглотила чума, поэтому придется позаботиться о здоровье крестьян. После того, как мы разместили склад и амбар, уберем каменные стены. Они нам не понадобятся, так как место безопасное. У нас имеется один крестьянин, вот как раз он займется развалинами. А чтобы дело шло быстрее, пошлем ему в помощь лорда. Пусть своими действиями показывает достойный пример. Вот это настоящий правитель. Плечо к плечу с батраком расчищает завалы. Люди доверяют вам, милорд. Добыча древесины налажена. Пришло время прибегнуть к средневековому ноу-хау. Собирание нефти на болотах. О, кушу! Вот на таких деревянных плотиках происходит сбор ресурса. Но и тут не все так просто. Иногда собиратели нефти будут болеть болотной лихорадкой. Сильно волноваться не стоит. Они малость отдохнут и снова примутся за работу. Хлеб печется, крестьяне сыты, а ресурсы добываются. Много еды? Это замечательно! К сожалению, так гладко происходить не может. Мародеры вместе с дезертирами прознали о нашем процветающем крае и решили его разграбить. Если мы дадим слабину, все труды пойдут прахом. Нас отправляют оборонять перевал. Нужно набрать мечников и печь хлеб. И снова местность покрыта лесом. Тяжелый трудовой фронт для дровосеков. А вот то самое ущелье, через которое враги будут устраивать набеги. Ополчение и лучники встанут на защиту поселения, а в тылу будем развивать хозяйство. Для набора мечников понадобится оружие, мечи и латы. Для такого дела строим кузницы и мастерские бронника. А для этого понадобится руда. Стоит отметить, что мечники – воины непростые и требуют к себе уважения, которое выражается в очках чести. А для поднятия чести необходимо устраивать пиры из такого деликатеса, как мед. Чтобы его получить, строим несколько пасек. Теперь, когда почета и денег у нас достаточно, можно собирать армию мечников. Наконец-то наше аббатство достроено. И как раз вовремя, ибо близится великий праздник – День Святого Освальда. Если верить в Википедии, отмечается он 29 февраля. Для проведения такого грандиозного мероприятия нам поручили задачу – напечь хлеба, собрать мед, соткать роскошную одежду и стать почитаемым правителем. Боже праведный! Милорд, вы видели список провизий, предназначенный для пира? Как же мы все это соберем? Место, где мы будем собирать ресурсы, наводнили волки, с которыми расправится наш лорд. Но чтобы он дальше не скучал, можно ему поручить освобождать территорию от завалов. На противоположном берегу находилось поместье. Не упуская возможность, следует его захватить. После чего оно нас будет снабжать скромными ресурсами. Нам предстоит построить огромное поселение. Будем выращивать яблоки, изготавливать сыр, разводить овец для шерсти, из которой милые девицы начнут шить одежды для пира, а пчеловоды будут собирать мед. Прекрасная средневековая жизнь. Всегда приятно наблюдать за работой крестьян. Это можно сказать про игру казаки и, конечно же, про знаменитую эпоху империй. Нужные ресурсы были собраны, осталось увеличить почет. Я прибегнул к нехитрому методу, хотя, скорее всего, он самый верный. Возле крепости были установлены статуи. Каждая добавляла в день 10 единиц почета. Через короткое время люди стали меня почитать. В итоге мы сделали все возможное, чтобы дать своим жителям надежду на лучшую жизнь. Мы подарили людям будущее. И пока длится мир, наша миссия будет заключаться в том, чтобы стараться для них и дальше. На такой радостной и позитивной ноте подходит консумирная компания Стронхолд 3. Милорды и судари, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Вы незамедлительно поставите лайки, нажмите на колокольчик, а также напечатайте несколько слов в комментариях. С вами был канал Углук. Берегите себя. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok